Губернатор Игорь Руденя принял решение о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов. Ее размер для них составит 10 тысяч рублей. Другим сотрудникам этих образовательных организаций перечислят по 5 тысяч. Об этом глава региона объявил 25 августа на августовской педагогической конференции образования Верхневолжья, стратегия развития. Августовская педагогическая конференция – это крупнейший форум, который традиционно проводится перед началом нового учебного года. В этом году события проходят с 16 по 26 августа. Его участниками стали более 4 тысяч педагогов. Это форум всех наших достижений за прошлые годы. Это задачи на будущее. Это то, что нам дает направление на несколько лет. Клавдия Павловна в этот день получила очень почетную награду – благодарность президента России. Знака губернатора во благо земли Тверской была удостойна ее коллега Юлия Сенечева. Она уже более 40 лет преподает химию и биологию в Тверском колледже имени Кайкова. При этом педагог скромно отмечает, что это не только ее победа. Я считаю, что эту награду может получить у нас почти каждый педагог, поскольку он тоже вносит очень большое лепту большую в развитие образования и в развитие нашей Тверской земли. Всего на сцене образовательного центра в Тверском микрорайоне Брусилова нагрудных знаков почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, грамот Минпросвещения России и губернатора, благодарности главы региона были удостойны 11 педагогов. Игорь Рыданев выразил им особенную признательность за работу в условиях пандемии коронавируса, когда учителя школ и воспитатели детских садов делали все, чтобы качество образования оставалось на должном уровне. Тут же губернатор сообщил всем собравшимся приятную новость. Правительство, например, решение обеспечения правильной поддержки, подготовки, стимулирования образовательного процесса, на целях образовательного года 21-го, выплатить всем учителям по 10 тысяч рублей и сотрудникам, которые на время не будут делать, и сотрудникам учреждения по 5 тысяч рублей. Что касается основных направлений работы властей Верхневолжья, то здесь ставятся две главные задачи. Формирование комфортных условий в школах и детских садах, а также развитие дополнительного и профобразования. В рамках этой деятельности в регионе капитально отремонтированы 455 учреждений. Построены детские сады на 710 мест. В ближайшие 4 месяца планируется завершить строительство и открыть еще 6 дошкольных учреждений на тысячу с лишним мест. А в будущем году по поручению президента России Владимира Путина стартует новая федеральная программа по капитальным ремонту школ. В нашей области она охватит 49 организаций образования.